так ну что всем привет начинаем стрим с osc мастерс и идем резво на американский сервер чарликом я гулял только-только встал а какая азия нам евро сервер нужен а а а а а там и и и Продолжение следует... 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 Были бы где наши играли, конечно, мы бы в другие тоже смотрели. Продолжение следует... 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 Еще может придется как бы, если в марафоне этим новогодним буду участвовать, придется еще в марафоне попроходить вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опа, спасибо Лайн Арт большое за инфу, сегодня очень сложный будет у меня, конечно же, выставлен тогда... Вот... 50 часов в фоллауте почти ни о чем... Блокация, мне кажется, процентов 25-30 я оббежал, мне кажется... Конечно, там более напряженные есть наверняка, но... Мне кажется, за это время можно было по сюжету и игру пройти... Ну, хотя не пройти может полностью нет, но там, если бы... Непобочные... Я так помню, мой друг, например, играет в обливиан, как бы, вот от этой же конторы... Вот, и мне... Ну, там, как бы, подземелья какие-то, водные эти... Я так понял, там локация побольше, чем в фоллауте... Хотя в фоллауте тоже гигантская, конечно... Так, вот здесь вот, ребята, можно смотреть премиумы сколько... Так, глубоководный риф... Да, Миша Майкер скинул эту ссылку сейчас... Ну что, ребята, глубоководный риф... Один часов красный, ютермал, тиран на пяти синий зерк... Намшар давайте по игре-то немножечко... Вот, намшар ставит третью... 18хата Газпул играл, ютермал... Гриперов ЦСшку, я так понимаю, играл, да... И играет два барака ранний стим, вообще... Ну, это, наверное, четвёртый... В Нью-Вегас-то, навряд ли там... Потому что там графика не самая новая, хотя все равно, если на тебя какой-нибудь джейсон там типа, типа этого. Кухтя смерти нападать будет, а ты в виртуальной реальности будет нормально. Понял. Ну я не знаю, короче, лук-дугач. Если уже истекло, то только вариант у меня, не знаю, переподписывай. А, у тебя не акта переподписка разве была? То есть если вручную, то тогда можно переподписаться, там же суммируется все равно как бы. И понять просто, я не знаю. У тебя такой стрик просто крутой. Лучше законтролить это, короче, все дело. Ну что, ребят, прилетает Ютермал. Циклон плюс мариков. Такая пачка королевы не выдержит, я уверен, такого напряга. Циклон поливает уже давным-давно. Марики отступают. Просто расконтроливает Ютермал всю пломищу. Лимита больше. Щиты подъезжают. Сейчас щиты будут 2-0 Ютермал, ребята. Это точно вообще. Вот что значит без бэйнов такие дропы встречать. Это просто жесть вообще. Какие потери были, ё-моё. Просто покрошил вообще. Две кара... Ты на 350 просто рублей убил всего лишь тут. Нам шар. Но сдается мне, что в таких ситуациях собак сразу в бой не надо бросать. Если есть скрип, надо попытаться медилайки фокусить. Хотя всё в руках тирана. Там тоже с другой стороны. А если есть скрип, то рамки фокусить. Спасибо. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Локдок переподписан 34 месяца Так, да, Блай, конечно, следующий Ну хотя, хз, там можно, конечно, полуфинал сначала отыграть, потом Блай, полуфинал Но я думаю, что Блай соло дальше будет Я не знаю, как бы смысл что-то другое играть Спасибо, Локдогач Ну что там, появилось что-нибудь или как вообще? А, всё, отлично тогда, чё Скоро на три года выйдет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так Субтитры сделал DimaTorzok Так Два ноль и термал Улучшение командного центра завершено Так, ну написал Миша, спросил, я не знаю, он там сейчас на связи или нет Просто Спросил, во-первых, обещали уже давным-давно Но Миша обещал, что будет на прем картиночки, соответственно Ну на более долгие подписки, типа три года и так далее Вот Потому что уже у многих, как бы, подхунул, то есть уже намного больше, чем два года У тебя там есть ещё пацаны, Кайва Вот, ну и Перезон людям будет подписываться надолго, Кайва, да Я всё равно никуда не исчезну в ближайшее время, я думаю Надеюсь, по крайней мере Ну и по поводу вот этого слова, ребят Два ноль и термал Третья карта Давайте по игре А то сегодня ещё там много отвлекающих моментов Так, Миша говорит, на той странице есть истекшие премиумы Улучшение заматных ТСФ готов! ТСФ готов! Задим им кару! ТСФ готов! Так, ну что, посмотрите, что творит Ютермас. Просто приезжает, заблокировал КСМ и третью базу. Шатает королев просто на изичах. Одну забрил, вторую пробрить пытается. Собаки приходят нам шаровские, пытаются прикрыть королеву, но Ютермал это вам не это. Он контролит, уезжает назад. Дать Риперу можно порегениться немножечко. Это вообще неплохо будет. Не надо лезть на королев вот так вот. Так, Миша говорит, что там есть где-то. Пристройка завершена. Пристройка завершена. ТСФ готов! ТСФ готов! ТСФ готов! Брось с дороги! так, мама и не банша шатает, ребят все равно ее термал больше убивает, чем теряет но в Старкрафте это, ну, в Старкрафте можно сказать это, играй по этому принципу, как бы, и ты тогда будешь убивай больше, чем тебе убивают, да, как бы за любую расу это будет нормально, да это, конечно, не победа, но ты поскорее побеждать будешь но это легко сказать, соответственно а исполнить, как ее термал, не очень короче, я еще отписал, не знаю, занят там он или нет походу, я просто сам, честно говоря, я бы просто сказал бы, но у меня просто нет премиума, мне нет смысла на свой, собственно, канал подписываться, поэтому на чужие я тоже особо не смотрю, как бы, поэтому я этот, ну я не шарю, что там к чему так, продолжается шаталить, но из игры, что там косяки какие-то есть, видимо, да, есть блин, как же ее термал шатает, а чертяга, просто чертяга 1 на 1, у нам шара грейдики и посмотрите, при этом всем ее термал очень сильно любят играть однобазовые билды, ой, двухбазовые билды, прошу прощения двухбазовый прессинг то есть карта законтролена и все, зерги с ним не готовы посмотрел бы на, как Сирал какой-нибудь там с ним бы играл, например или в конце концов, корейский зерги потому что это надо все встретить грамотно и не дать себя захаратить хлам просто вот эти билды стимится ее термал пошел в кантри, в кумер, в тылу остался один а как же он контролит, а? вы видите, три королевы попытались домой пойти но ее термал не хочет, чтобы королевы шли домой он хочет тусоваться потому что он рэперочек в кепке, блин прямой вот королев закрошил, правда, единственное сейчас щиты падает ребят, это 3-0 это укатано, покатано просто в хлам какой-то сзади собаки стоят здесь группа идет мариков больше, чем собак вперед, поэтому я думал, что отбиться не получится танчиками термал уконтроливает роуч и покутит центр прямо это очень хорошо получается лимит уже больше потери двукратное преимущество абсолютно точно есть у намшара все на муве идет жесть, термал очень мощный если блайс соулу победит я вообще посмотрел бы что блайс термалом делает ну тут как бы наоборот пока ветермал трогает людей и вы видите сами как это происходит без шансово просто потери просто 7900 на 2800 это жесть какая ну не может намшара базового ветермала выхода отбиться ветермал сейчас юнитов вообще не теряет просто вот он в этой движухе не теряет ничего у намшара так бомбануло что он чё-то не ливает либо он чё-то пишет там долгое либо чё он вообще делает он охреневает вообще что за дичь происходит по ходу визит у экрана вообще ну что надо было ждать против Исаула вот блайс уже здесь блайс уже все видел сам кстати у Варди задержка вообще есть интересно он может без задержки стримит есть да задержка у Вардоса а у меня сколько задержка такая же интересно вот вот Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, сейчас я зайду сберечь, просто мне нужно кое-какую операцию посмотреть, блин. Платил за коммунал, прислали мне за отопление долг 300 рублей, в суд, короче, собираются подавать, там, типа, в суд подадим. Я буду, бля, им звонить, тут, ну, до 27-го просто, они же потом замурыжат со всякими, бля, бумагами, а еще, бля, пошлины за суд платить. Вот. Просто я им позвоню и скажу, что они единоросски и выблитки просто все, что из-за 300 рублей мне как бы это все делают. Вот, ну, я просто хочу, смотри, как я платил уже там, накопилось что ли, или что, как бы, я раз в 3 месяца обычно плачу. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Поэтому долго не отходил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok это какой район это крутой район и тебя пристрелят тут штопанный ты гандон ладно шутка конечно это рыбачок ребята это тот район где стреляют в упор за starcraft и двор понимаешь так что не ходи там снизу отучали на окно залезет и будет вот этот вот черлец туда поставил вот этот вот черлец кстати джесс сразу по карте нашел где находится ну я кмин я как раз к минску сука сейчас даже у меня до минска как до питера поэтому они больше в рое больше этот на юг кстати ехать спрос просто по проекции карты другой будет по-другому минуточка на чисто на запад это у нас эстония и латвия как раз на пересечении границах есть 505 кмш еще ну да то питера ближе 200 он почти в два раза ему все близко короче чем для москвы ближе короче так что-то нету со сауля да не снег то снег то легкие ребят снег то легкие чувствую на самом деле если он был мокрый от места был машину кидать он просто такой который не ну не тает вообще сейчас просто идет и это кайфец ты хату ищешь ты из пскова что ли ты сначала город им определись ну вот потому что все таки может ты думаешь что я в другом городе живу я просто не в курсе что-то тут так то здесь новостроек только мой дом 95 года напротив которой единственная новостройка слева от него общежития дальше техникум 1 там гаражи с вокруг хрущевки везде как бы еще за дома за моим там дальше есть тоже дом такой не крючок кирпичный неплохой такой и и Продолжение следует... 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 Ну что, ребят, золото, углая первая, ставится Роуч Ворон сейчас, вообще. Смотрю, тут в чате я его разгонял, слабый пишет, помню, с 11 этажа кинул картошкой на дорогу, в которой метров 50 от дома, до которой, до которой метров 50 от дома, и попал по багажнику Жигули 7-го, водитель в шоке, была такая мятина, я даже за окна видел, Дезмон говорит, тебе потом лицо не разбили, и слабо отвечает через долгое время, как же это было бы возможно, скажи мне. А Дезмон такой, вот так вот сейчас, хоп, машину времени придумал, это он на 7-е там просто летал, с вертушки по щам наема, просто телепортируясь во времени. Вот так вот прогресс и происходит человечество, понимаешь? Чатики сидели, два синевика, ема, и выяснились такие обстоятельства. Так, ну что, какой-то от Саула как будто выход какой-то готовится. Углает нескороучий реведжер, но он не будет ломиться, он будет экономику сейчас. Посмотрите, у него рабочих намного больше, чем у Исаула, который не бросил коня или бросил, не знаю. Но Блайовера теряет при этом всё. Чарлику хочется на улицу, там снег идёт на Скайпо вообще. О-о-о-о-о, пропускает Блай дроп геликов. Это катастрофа, ребята, для Блая. Отбивается дронами вот тут собаки. Куда побежали собаки без гуд? Блай сплитится как может, надо уехать. Восемь дронов потеряно. Это ещё не... Это ещё не провал полный. Ну вообще-то полный, конечно, провал, но... Не абсолютный. Ещё здесь дроны остались 11 на золоте вообще. В это время Блай делает забегание на минеральную линию Соула. Собаки заходят, отдаются раньше Роучи Реводжеров. Роучи Реводжеры что здесь купят? Фаербул по танчику заходит. КД Фаербула сейчас идёт на... Офигеть, как Блай промахнуться-то умудрился. Так, пытается Блай уйти, но уже не уйдёт никуда он. И четыре дрона таких в точке сбора пришли, плюс ещё два. Блай, заметь же ты это. Блай даёт. Здесь дроны все переселяются. Куда он пошёл-то вообще ничего не оставил здесь фактически. Так, ну 51-40, Блай все ещё в плюсе по рабочим. Но тут опять теперь, блин, какая-то муторная карта вот эта, конечно, просто жесть вообще. Опять какие-то передропы пошли. У Блая вообще нет здесь контроля никакого на этом направлении. А здесь, между прочим, три танка. И три танка здесь очень много напряга для Блая создадут. В это время Либератор на мейне Роучи. Пришли, что же ты делаешь? Блай, короче, это походу проигрыш сейчас для Блая будет. Роучи куда-то непонятно куда идут. Скорость ещё не готова. Танки сижатся уже прямо рядом с золотом с этим. Надо отвезти дронов сейчас чуть подальше. И с королевами, с Роучи, Реведжерами принять бой. Тем более скорость уже готова. Здесь Викинг обнаглел. Викинг наглеет. Блай уходит. Уводит всех королев. Ни в коем случае нельзя дать Хату убить. Пошёл в атаку, Блай. Давай, атакуй. Что ж ты тут? Блай даёт. Кстати, сейчас и Хату отбил, и здесь. Успел, короче, всё отбить. В это время Викинг-либератор на третий. И провалы от Блая. Просто королева. То есть мультитаск элементарный. С двух направлений. У Блая просто дичь. Проблема. Да трансфьют. Ай, как я переживаю за Блая. А Блай что-то, по-моему, не сильно-то переживает здесь. Хотя по рабочим до сих пор в плюсе, что самое удивительное, Блайчик. Но здесь третья ЦЦФ. Вот сейчас перелетит. Теперь макро-проблема. А, ещё тут сверхрайний хайф какой-то. Ё-моё, блин. Что за сверхрайний хайф? Вообще даже в Эволюшн и Грейт ни один не заказанного Блая уже хайф есть. Золото полудохлое. Протрансьюзить бы хоть разочек. Вот этой королевой, кстати, можно будет пару трансьюзов кинуть в ближайшую... Хотя не, один там постоянно будет инъекции кидаться, у неё энергии не будет. Но Ультралис Кеверн это положительный, конечно, момент. Спора нет. Но куда атаковать-то сейчас Ультралис Кеверна этого? Ё-моё, Блай зашёл, ещё Солдокоси закрыл, блин. Пришёл Голучий, а долгачем. Блайс понял, что Роучи отдал. Надо одним хоть побегать здесь. Так, три КСМа и где-то ещё проис... А, Ревозеры здесь пришли плюс. Три Роучи. Здесь благодаря ПР-болу хочет скупить Блайс мог. Семнадцать Роучи у Блая шесть плюсом строится ещё. Солд вперёд выдвигается. Танки есть, вообще танков не наблюдаю. Первый Ультрал у Блая заказан. Ну, тут без Ультрала тяжковато будет, конечно, здесь. Реводжера вперёд армии. Не надо выставлять, Блайчик. Ты чё творишь-то? Ё-моё, ну... Ну что за косяки вообще? Реводжер вперёд идёт. Ну, игра на грани. Золото заблочено вообще. Так, снова минус Либератор. Сто двадцать, сто шесть. Вроде на миги-ваке летят Фаерболу. Всё как-то мимо. В это время Блай приходит на золотишко. Вторую броню отменяет Исаулу. У него один-один. Кстати, вот смотрите, Блай начал Соло подлавливать на золоте. Молодец. То есть до этого Соло Блая подлавливал на золоте. А здесь Блай Соло. А дома-то Ультрала, между прочим. Но золото у Блая потеряно. Но есть новенькая третья Баска. Нужны Трансьюза на жирных ультралисков этих бивней чёртовых. Надо отогнать дроп обязательно. Есть чем Соло вообще на мейне отбиться? Я вот чё-то не наблюдаю, чем Соло на мейне-то отбиваться особо. Опа, я извиняюсь, что-то я как-то мышку вожу. К синсек своей прям непривычно. Марики всё покрошили. Так, покрошили всё марики. Здесь план ультралок вступает. Бой опять. Просто жесть. Роучи громят. Бараки во это время. То есть Блай дома терпит. Тут еле живой. Один Марик. Бык. Ё-моё. Четыре уже рабочих уничтожено. Неприятно. Здесь Гасты. Здесь Танка 2. Блай весь этот прирост. Вот очень важно, что эти роучи прирост здесь обрабатывают. Потому что тогда Блая нужно просто вот этих юнитов убить и всё. Будет нормально. Так, ультра вперёд пошла. По Либератору надо фаерболами. Да, и убивать реводжеров надо парово ещё Блая. Без реводжеров печально. Блай исключительно боевой лимит сейчас строит, пытаясь отбиться. Но надо Хату не дать убить. А то если Хат погибнет, будет вообще печаль. Вышли ещё Гасты, кстати. Блин, ну Гасты это хорошо, но... Чё Блая реводжеров-то пару ещё не сделает? Хату дэв, Блайчик, ё-моё. Пошла. Умудрился Хату просто. Что даёт? На планетарку 2 ультрала, здесь Гасты. Вот это ошибка. Абсолютная ошибка. Планетарка чинится, Гасты сейчас заснайперят всё. Чё Блай творить вообще здесь? Вот я понимаю, он очень вовремя пошёл сюда на золото. Роучим выбил. Но здесь-то задефиться надо было, блин, вот вторую базу свою. Как можно было её сейчас отдать вообще? Тут Мариков смешно. Достаточно Либератора Фаерболом было выбить, и всё б нормально было. Свол реводжеров там выбивает. Либератор назад улетел. Ну нет, здесь похоже, что Блайчик тяжело втащить будет. Хотя ещё не всё потеряно, конечно. Ну, плохо всё, ребята. Здесь на муви... Нет, на муви сливается ультра демо, жена. Её нечем лечить. Блайк вот-то идёт. Куда он идёт? Чё он делает вообще? Собаки на мейн забегают. Всё-таки мучил-мучил. Казалось, вот сейчас в конце-то, да, показалось. Ладно, золото это потерял. Соул там его выбил. Мультитаз жёсткий в этой игре, конечно, был. Но Блайк зашёл к нему на золото, убил рабочих. Ходейся здесь просто. Ультра идёт. Роучи, реведжеры. Сделай ты реведжеров 4-5. Фаербольт и сюда поставь, чтобы он не выбегал. У них и рейндж есть. Там, либератор подлетел. Сразу минуснул его. Но нет. Блайк не смог здесь сделать реведжеров. Ультру зачем-то в контур сюда бросил атаку. Ну, пока Роучи здесь были, не на планетарку бы ультру, а вот мимо планетарки вот сюда бы забежать. Прям ко второй. Тогда, да, либо завести через это направление на мейн ультру. Да, либо тупо через вторую на мейн завести. Тогда, да. Снайпер шота. Нет, здесь дожимание идёт полное. К сожалению. Но я думаю, что Блайк сможет собраться здесь. Вообще, как бы он неплохо. Отглядит эта карта. Я смотрю, в последнее время Блайк постоянно разводит на это золото. Короче. Ничего с ним сделать не может. Ультралы, понимаете, они ещё с одной бронёй всего лишь и уникальны. Ну, как бы, в принципе, это то же самое с Хмарикой 3-3 были ультральными. С тремя броньками и с Грэйдомбол. Ну что, хорошо, побегали. Но нужно, чтобы Блайк побеждал. Хорошо. Поехали. Хорошо. Хорошо. Так, пошел инвайт. Продолжение следует... 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 Так, а где Риттер-то? Вот он. О, Соул! Ой-ой-ой, Василёчек! Ой, Василёчек! Вы видите, что Соул сотворил-то вообще? Как ты, говорит, можешь на это надеяться? Как ты, говорит, можешь на это надеяться, блин? Конечно же, никто не надеется на то, что ты бичара, братан. Никто никогда не надеется. Но если ты сам не можешь сконтролить Рипера, то это твои только проблемы. Это просто плакать надо. Ну, можно написать на, блядь, баланс письмо какого-нибудь. Жесть вообще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну прикольно. Рипера сейчас Соул отдал. Пелю рекламу, ребята. 1-1 резко стало. Блай против Соул. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Веселая игра Поляк тут зафилософствовал Игра с тобой научила меня одному Не верить в то, что я вижу Короче Пошло обсуждение, ребята С такими большими расшивками Блайк говорит Я просто тебя подловил Это была твоя ошибка Рисковать частью собаками Когда я меняю музыку Ну в соло, Василек Серебряная лига Блайк, игра Ну играть-то-то вообще Объяс не помню Короче, типа так не должны делать Карипер дома стоит вообще Жесть все вообще Нормально, блин Усоло бомбануло, короче От потери Рипера Победитель есть победитель А этот гэмбл, гэмбл, гэмбл Типа удача, удача, удача Блайк говорит Я сделал Это сработало В конце Не беспокойся Я картошка здесь Я чуть не понял, что это значит Типа овощ Я типа овощ Волозди, ну это не понял I'm don't worry I'm a potato hero Here Че-то про картофан Не понял Ну типа, наверное, с овощил Типа, ну такой Полусленг какой-то Ну, короче говоря Тепленьким таких Надо брать, как сол Потому что Ну, раз у него Так припекло Значит, он сейчас Будет пытаться Как-то Блай Сбрить жестко Надо просто Надежно сейчас Блай отыграть Надеюсь, что он Понимает А Блай играет Сверхранний лейер Что, шпиль что ли Я чуть не понял Удивлять собрался Ну и че происходит Где здания-то Какие-то вообще Какие-нибудь Здания-то будут У нас вообще в игре Заказаны, нет? Там Банша вообще-то Строится Блин, ну как можно Блай просто профтк Вообще Банша где? Банша летит Безинвизная Банша То есть Грейда нету Вы видите Никакого апгрейда Поэтому ее будет Можно королевами Отогнать В принципе Банша прилетела Блай прогнал И надо на вторую Спускаться Блин, сейчас шпиль Спалить может Очевидно Ну очевидно Да, что никто Не будет лететь Харипер дома Шоул имел ввиду И прошрал Баншу Просто Не контроль ее Четыре Гелика И Либератор Летят вперед Сейчас вот он прилетает Собак Вниз надо Блай Собачик Вниз Давай-давай-давай-давай Блай Гелики заезжают Собак Блай С двух сторон Заводит Хорошо Окружает Гелика Одного Второй Под удар Так 6-7 дронов Минус 8 Ну кстати В принципе В принципе Терпимо пока Тиран больше Потерял Блай 12 дронов Иж слил Ну сейчас Муталисками Можно контр-врыв Сделать Попытаться И экономику Позбивать Вообще Есть один танк Сразу же Собаками Отойти 7 муталисков Смотрите 5 муталисков Летит сюда Это ГГ Ребята Солу А это ГГ Пацаны Ща бомбанету Братюни Бомби Сол Бомби Как никогда Не бомбил Собаки Забегай Да похуй Взрывай Блай Да похуй Прогрызай Сейчас пока Торы не вышли Конечно Сейчас выйдут Преста Тора 2 И это будет Не ГГ Тогда скорее Все Блай Так Накидывается На Филбатов Гелики Прям внутрь Пробегают Рабочий Грызет Филбатов Грызет От Туреточки Надо отлететь Да готов Тор Не надо с Тором Перестреливаться Блай Зачем ты Перестреливаешь С ним Второй вышел Нет Это не ГГ Солу Короче Ребят Надо сваливать Отсюда Блай Просирал Все Я еще Сейчас И накарпал Так что Блай Здесь умудрился Слить дофига Юнитов Ну холба То собак Нажгли Было бы чуть Вот было бы больше Лингов У Блая В этом забегании Было бы вообще Все прекрасно Но в любом случае Экономическая ситуация Хотя Здесь 30 цехи Да Да Чемодан Харасинг Полетел На мейн Блай Возвращается Муталисками У все что есть Смю Три королевы Ему то не дать Соулу Надо выгрузиться Сейчас Ну Блай Не смог Не дать Посмотрите Это очень жесткий Дэмэдж Ну как можно так Вот заливать Это ема Понятно Сейчас чемодан Ой Здесь цеха начала Просто Переворот Моментальный Практически В игре Блай вынужден Дронов повести В бой Сейчас Это совсем Провал Дэмэджи Вообще заходит Неужели Блай Так игру Отбь Ема Какой провал От Блая Вот это провал Блин Соул бомбит Просто Соул бомбит И Блай Мудряется Просто Сливать Бомбящему Соул Жесть Геликина Второе Это гг Блая Походу Теперь уже Вот смотрю У меня печальная Смотрите реально Ребят Два целых Дронов Вот как Можно прибежать Практически Выиграть Игру Ну видят Жеблай Двух Тора Видят Жестарпорт Но ведь Это стандарт Чемодан Гейминг Этот Ну почему Ноль юнитов Вообще Есть дома Ну теперь Без шансов Уже будет Там 30 Цехи Ё-моё Вот Это Старкрафт Ребят Ты почти Выиграл Ты забежал Здесь У Соло Ни хрена Нет Хорошо Торы Строили Сейчас Здесь Тебе не хватило И ты просто Не готовишься Начинает Блай наглеть Как бы Развиваться В наглую Там Одних Рабочих Строит И Вы видите Что Сотворилось Здесь Что у вас Там Происходит Вообще Два Тора Это Вам Не Знаете Такой Харас Норм Тут Опухоль Какие-то Соу Ходит Шатает Я смотрю 45 Дронов Ублай С вармхастов Добавляет Ну Кстати Учитывая Штор один Остался Ну Сейчас Муталисков Пару Блай Он Всех Потерял Рабочих Часть Восстанавливает Может быть Я не знаю Верно Лишь Сейчас Хостов Заказывал Штор Заминусовал Здесь Блай Би Вот И так В заднице В пол Нет Надо Привести Юниты Привести Юнитов Надо Давать Просто ЦСФ Летит Вперед И куда Локусты Полетят А На третью Они полетели Все Ясно Пора Прыгать Блай Зачем Локус Контролить Действительно Если Можно Просто Лететь Ублай Блай Блай одновременно напасть, и получилось бы круто. Блайя просто слил всю свою армию. Всех роучей и гидролисков слил. Но это мертвейшая игра от Блаяя началась вообще. Полностью победить старт вообще агрессивно, то есть угадать билдом, вообще круто отыграть, но потом провалить вообще. Здесь хосты что-то бегают, вообще не синхронно все получается. Должна быть атака одновременно с лопустами всегда в таких ситуациях. Танки без скрипу он пришел, ну просто ужасно в лагерь действует здесь. Вот, смотрите. Так вот должно было быть, когда выходил там с лук, было бы нормально. А так, бывает, просто юнитов не остается, вот и все. Такие игры тащатся вполне вот после того, как соул прилетел с орами. На самом деле у Блаяя были хосты. Было, ну то есть просто надо было Блаяя отстраивать рабочих против мехтирана и хостами пользоваться и не отдавать вообще юнитов, которые ресурсов кто-то. ГГ, 2-1 соул, ребят, к сожалению. Блаяя надо собраться. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует... Ну что, четвертая игра. Блай проигрывает, к сожалению, 0-2. А, 1-2, простите. Продолжение следует... 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 По два гейта, а там вот там катализатор, кстати, карта. Макс желтый, мана красный, макс на пяти, мана на одиннадцати. Вот. Ну и все, стандартно гейты на рампе для застройки, чтобы адептов, если что, блокировать пилоном. Сейчас вот если в предыдущем патче застройки делались могли около Нексуса, не всегда в рампе. Сейчас всегда вообще в рампе. Кибернетчка достраивается. Два адепта Макса да вперед пошли. Кстати, он их бустил. Опять этот его билд со всеми накопленными бустами вообще. То есть он вообще бусты не тратит по билду, поэтому. Адепты заходят сбоку. Пробка проезжает, но пробка не спалила адепты. Кстати, вот иллюзии полетели. С гейта мана видит, успеет заказать. Успел. Ну, если телепортнуться, могли бы погибнуть, конечно, тогда адепты сейчас. Кстати, мана можно сейчас гнаться за ними, навряд ли будет Макса сюда телепортироваться. Да, он уходит, и надо шатать, короче. Почему-то мана шатает дальнего, я чуть не понял, почему, если честно. Наверное, они местами каким-то образом поменялись. Либо Макс этот ручной умик поменял, я даже не знаю. Еще два плюс сталкера, от маны вперед идет он. Вот, понимаете, когда пушишь, очень важно. Сейчас, если бы мана начал побеждать, было бы неплохо. Видит Макс здесь пилон, сейчас еще два сталкера у маны выйдут. Их шесть станет, но шесть-то их там дома стало. А здесь мана отдает сталкера на мувер. Для успешного такого пуша сталкера подавать вообще ни при каких условиях нельзя. Сейчас еще плюс два сталкера придут, их будет пять. И три варпец, то есть три гейт пуш здесь. Смотрите-ка, а здесь адепта мана шатает. Адепт ушел в тыл, ну и что, ушел он там в тыл. А дальше-то что? Один адепт ничего не сделает. Роба, кстати, у Макса да нет. А у маны восемь сталк. Не, вот в таких билдах мана всегда было неплохо, я вам должен сказать. И вполне возможно у него получится здесь, вразумите, что-то сделать. А если он отменит Никсус Энкчик, то тогда для Макса да пиши пропало здесь вообще. 300 минус, короче. Нет, Никсус отменил. А здесь Дарк Шрайн, ребятки. Дарки вперед пошли. О-о-о, робота у маны нет, но есть пилон. Пока Дарк пилон вырубит. Пока Дарк пройдет... Ну, пока филды, там три филда Макс отзаметил. И он понял уже, что 10 шансов-то нет, собственно говоря, убить. Дарки начинают резать Нексусы. Смотрите, теперь мане самому надо убивать пилон здесь. Выводить апсервера сюда. Выводить с Н3, чтоб пилды... Мана, не тупи, убивай пилон, ё-моё. Че он тупит-то вообще? Ну, это минус Нексус. Максов молодец. Давай, пшу сталкеров идет. Телепорт домой сразу, пацанов. Просто... Слушайте, Максов что-то в последнее время радует глаз. Его игра просто, если честно. У маны больше намного боевого, но там-то и морталы строятся. А блинка у мани нет вообще. Блинка у маны нет. Ну, а лимит боевой хороший. Тринадцать сталкеров, три СН3, адепт. А здесь пять сталкеров, два архона и морталы. Блин, вот архоны... Ну, кстати, батарейки надо Макса дуба батареек здесь допилить сейчас. Иначе можно и развалиться, мне кажется. У маны сапплай блок пренеприятнейший, я бы сказал. И он навряд ли здесь продает. Че у меня такое ощущение? Пока он шел, тут уже накопилось резов просто немерено. Да батарейку зашатай-то, ё-моё. Пришел че-то... Ну, начинает шаталить. Надо и морталы поля снять. Силды здесь навряд ли помогут, потому что здесь архоны есть, которые их дают. Плюс две батарейки Максов делают сейчас. Да батарейку фокусить ты, строящуюся, конечно. Если б мана катил, иллюзию можно сделать архона вперед. Смотри, сколько энергии у Сентрея. Адептов три штучки приходят. И Ма можно пытаться забрать. Пилдом можно отжать. О, нет, пилдом ман не стал отжимать. Талкеры давят, адепты на мэне уже. Мне кажется, их лучше было бы здесь оставить. Уж адепт Максову просто вот сюда отойти под батарейку, и все прекрасно бы было. Он зачем-то сверху дерется. Мана тем временем жмет нижнее направление. И, кстати говоря, не без потерь для Макса. Дожмет по лимиту протела. Но все-таки контр-фуш зашел вообще. Почему нельзя пилон убивать? Можно было убить пилон, спустить сюда Сентрей и попытаться как-то Нексус подбочить. Но если б Макс это тогда пронюхал, он бы мог бы сюда ломануться и можно было пропустить Дарка на мэн. Это было бы плохо, конечно. Ну, можно филдом было и мэн подбочить. Ну, Сентрей бы там мана потерял бы, скорее всего. Мог бы и Нексус, и Сентрей потерять. Была вероятность такого. Но если б Нексус выжил, это лучший для маны вариант был. Самый лучший. Неважно, на каком хп. Даже если все три Сентри погибли. Это гораздо лучше было бы. Ну, в любом случае, мана разобрался в этой ситуации. Пятый гейт пошел у Макса, да уже. По-рабочему, серьезно отстает от маны. И мана понял, что какой-то прокси-пуст здесь оказывается. Идет. Минус гейт, минус пробка. Ну, это практически уже гэгэнчик вообще. Минус гейт. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Как? Ну тут Макс с чаржем приходит. На мулю просто пошла атака. Ну мана отступит. Да нет, здесь не пробить такой армии. Тут слишком много рейнджовых юнитов. Архон, конечно, у Макса да есть, но... Даже он здесь не зарешает, как вы видите. Продолжение следует... Призма минус 1, 0 мана, ребят. Но мана в ПВП силен, молодец. А, здесь новый пилон был. Продолжение следует... В смысле на этом пилоне было Робо? А вот этого пилона... Вот этого и этого, походу, не было, что ли, до этого? Я чуть на это внимание не обратил. Ну ладно. Просто на каком он изначально этот пилоне Робо заказывал? На пилоне, который в стенке стоял, что ли? Робо заказывал. Продолжение следует... 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 Три Сентри мана где-то варфит. А, здесь же их и варфит. Кстати, вот филды, да. В такой ситуации могут зарешать филды. Это очевидный момент абсолютно. Потому что можно иммортлых поделить на частям. Вот, выманил поля у одного из иммортлых манов. Молодец, Сентри готовы, надо вперёд идти. Пусть Феникс и шатает, пофиг вообще на это всё шатание. Надо идти атаковать самому. Зря Максот не строит Сентри и ещё и мов, мне кажется. Потому что если бы он строил, у него был бы шанс бы на самом деле хороший сейчас ману принять. Но, вот, пожалуйста, минус иммортл раз. Вилот минус два. Агрессивный блин вперёд, иммортл минус два. Иммортл минус три. Полей нет, энергия кончилась у батареечек. Мана отступает. Надо всё сейчас на блинке просто контролить и всё. Хорошо, Мана там дэмон. У Сталкера она затрёк. У Макса да уже тут этот саплай блокенчик делает. Феникс где-то позади. Есть пилд на рамку. Агрессивный блинк Сталкеров. Мана ещё умудряется двух разных Сталкеров покусить. Молодчага какой, а. Отступать надо, да, из-под фениксов. Ещё три Сталкера до варк. Но Мана демонстрирует незаурядный такой контроль. Китайца берёт. Понимаете, вот когда китайцу дают оклик сыграть, он просто побеждает. Почему пинг прекрасный здесь? Ой, хреновый. А так вот в контроль, но не вытягивает. Да и Максов не был суперконтролёром никогда на самом деле. Поэтому Мана просто берёт его и убивает таким билдом. Так, сейчас я проверю, что там по перекусу. У меня, потому что я только встал и сразу на стрим, как обычно, последние дни. Вот сейчас посмотрю и продолжим мы, конечно же. Блайю термал. Дальше. Хорошо. Так, печенюши нашел. Пока уменьшился снег здесь, но ушел новый. Так, ну на Европу, наверное, надо идти. Сейчас, ребят, зайду. Погодите, печенюши, нюху съем, звук отрублю. Погодите. Погодите. Продолжение следует... 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 и ведь готов был это вот, блин, ну бывает, что когда ты даже знаешь что оппонент сыграет, но все равно ему, ну то есть не получается, но ведь готов был Блай что ему мешало сделать собакам скорость просто пораньше, хотя там без собак скорости надо отбиваться, газ слишком дорогой, удовольствие ну что ему мешало строить просто собак по КД чтобы там их 6, 8, 10 было и выйти просто туда и сразу пушку заказать, сразу же пушку заказать Блай пушку сразу не заказал по готовности пула это ошибкой было с его стороны здесь отставание уже по лимиту, причем не слабое наверное сейчас Ютермал в атаку пойдет, скорее всего это ошибка, но все таки а что, если ему нужно, так и чтобы он был в нёме, у нас будет дотянурь из звук, который он был янёмщиков, и он был янёмщиков, и он был янёмщиков, янёмщиков сейчас выуду вот где-то обнёмщиков, и у нас у них Атака от Ютермала идет Рэйвен 2 банши, 4 циклона Солбаты Да после дропа Гелионов уже все Ооо, смотрите как Ютермала Дается по-царски здесь Кролевый вышлеп А что Блай сразу-то Реводжеров не привел, он же все бы убил Здесь хлам бы вообще Пойти в контратаку имеет смысл Да, говорит Блай И еще какой имеет смысл Смотрите-ка, Блай-то контрататчит Камбэчит, красавчик просто Циклонов бы принять Парочку штук, Блай Ну вот с Баншой что делать непонятно Нифига мне, если честно На циклонов лезть надо ли было Блаю Я не знаю Но я вижу, что не очень как-то По Банше попал фаерболами Ничего себе Блайчик дает А Королев-то может вперед вывесить Чтоб Баншу пробить уже О, Баншу Ютермал отдает на фаерболах Ютермал отдает Баншу на фаерболах Это что-то с чем-то вообще Вот это да Рабочих Блай реводжер Циклонов Три штуки Блай Покуси что-то циклонов Что ж ты делаешь-то, ема Гублай дает Гублай дает Взял на циклонов все слил Ну это же подарит Ютермал игру Зачем на циклонов-то все слил здесь Да, Блай сегодня просто валидолит, конечно Здесь третья хата, понимаете У Блая технологий вообще, ну Нет никаких Опять Блай как бы По экономике в плюсе В гигантском И сейчас Термал четвертую ему отменят У него нормальная ситуация будет вообще Вот сейчас иди сюда Дожимай, не хочу Вот прошел сюда Прошел сюда Ладно, королев не выводил Кстати, вот дроп королев был бы Все, гг Баншу бы сразу бы сбил Бо она дэмэдж не нанесла бы Хотя и так Ютермал дарит игру Как и Соул тот же Соул циклона отдал на фаерболах Ютермал Баншу, что еще жестче Мне кажется, воздушного юнита Просто реводжерами сбить Вот И зашходит Блай Здесь красный циклон Он с рабочими держат Здесь два еще вышло Зайди ты красного убей Оттянись сюда роучами Он выйдет вперед Где рабочие падают? Калбата на третью пролети Ну вот, как обычно Ответку Блай Сам не убил Ответка к Блай идет Шесть дронов минус Ну шесть еще ладно Но лимит это уже равное Фактически Мегивайки сбивать особо нечем Реводжеры идут вперед Ютермал понимает Где напряг будет Пятнадцать дронов Блай Отстраивает Что куда они поедут На четвертую Да, на четвертую Прям точка сбора стоит Кстати, видел ли Ютермал четвертую? Да, видел Ёма Он все видит этот пес На ХГ залетит Вообще Блай лопустов не контролит Но это называется Мертвецкость Ну ёма Ну как можно не контролить Именно на муве Надо вперед лететь Всегда Лопусты с холбатами бьются Холбат задемажился один Танк один, кстати, Блай забрал Здесь гелико почти забрал В ГДЛ хостов идет Блай вкопал их Тут рядом просто С Ютермалом Это любимое Блай занятие Ну вот его так один раз Помню поймали Хостов убили И ГГ написал Но здесь вправе 63 дрона Сейчас больше еще будет Гидра уже пошла Хайблай делает То есть не останавливается В развитии Это крайне важный момент здесь Лопусты ко второй Уже летят Это минус танк Куда ты полетел? Блай, ты что творишь Пропустил контратаку 20 дронов минус 20 Ну кто-то вот Только Блай умудряется И плетки есть Главное На дальних базах И все есть Все равно Минус 20 дронов Вайперы пошли Надо рабочих строить Блай Че-то он сразу Часть сразу восстановил Сейчас еще Надо восстанавливать Так, че там выпилили там Если рекламят Че-то Что-то тогда Выпиливай Потому что рекламитесь Че-то надо спрашивать Так, тут какие-то паровозики пошли Хелбаты Танки Дропы Как в первом Старкрафте Просто тут у Ютермала Гелика выпилила Сразу Молодец Кстати Блай Не дает Ютермалу Точного понятия Где Свармхосты Здесь находятся Локусты летят Вперед Дроп гигантский Заходит Блай Домой Беги Там дроп Нереальный Просто какой-то Идет А Блай Стоит Ё-моё Блай Стоит Блай Просто Стоит Минус Дрейтер Спайр Минус Все планы Блая На ближайшее Будущее За секунд Десять До готовности Дрейтер Спайра Ютермал Блая Убила Это такая Прокатастрофичная Просто жесть Хелбаты Еще в гидру Здесь прилетают Жесть какая-то Зеленка Пошла Медеваки Надо пренестягивать Сейчас Ну хоть Выбил Здесь все Блай И то хорошо Но по рабочим Просел Грейтер Спайр Минус Это вообще Катастрофа Для Блая Просто жесть С вармхастами Плодить надо Не плодит Да вот Пришел бы сюда Уже На мэн Здесь вообще Беззащитный Мэн Ютермал Заметил Где Блая Вкопаны Юниты Так Локусты Прыгают Блай Защищ Вот пожалуйста Преплод локустов Непуда Гидры Ублая Тем не менее Очень много Грейды Правда Провальные Какие-то Две атаки У термала 2-1 Уже Сейчас будет Через 4 секунды У Блая Есть зеленка Кстати А у термала Одни гелики В армии Вообще А у Блая Правда Одна гидра Кстати Тоже Знаете Это важный Очень момент Одна гидра Это провал Полный Хастов За 3-9 Земель Кота Ютермал Здесь была Посадил Вообще Блая Решил В размин Не играть Отступает Нужны роучи Блая Я не понимаю Что он делает 9 карапторов Заказано Играет Спайр Пошел Вот здесь Мне уже поубивать Чтобы нормально Передвигаться По центру Блая С вармхосты Пару локустов Заплодили Да на мейн Плоди ты Емое Пусть они до мейна Долетят На вторую Все летит Что все туда-то Блая летит Я не понимаю Еще нельзя Залететь на мейн Ведь здание Беззащитное А это очень важно Мех тирану Продакшн Важен Нереально Просто Вообще мимо Блая касса Летит С вармхосты И локусты Гибнут Даже не долетев Зеленку Воздух Блая кидает Зеленку По земле На геликов Гелики падают Ну кстати Сплэш Какой сплэш От ютермала Вы видели Что он сделал Вообще От гидры Один кал Остался Просто Вот это вот Было бы Роучи Штук 10 В армии Совершенно Другой бы Ростал Ох 26 Роучи Блодил Привет Емое Блай Вообще Просто Великолепная В кавычках Игра Голая гидра Слита Вся Я офигел Сейчас Как она Развалилась Эта гидра Шпиль Не успел Сделать Это Просто Жесть Вообще Роучи На мою Сливаются ГГ ГГ Здесь Ничего Не Сделать Вот Лучше Был вразмен Шел Реально Да Я боюсь Что Гелики Просто Развалили Вот Су Хлам Я Уже Вам Рассказывал Про То Что Гелики Это Такой Юнит Который Понимаете Когда Их Мало Гидра Их Убивает Клам С вами ДПС Когда Их Много Они За залп Сюди Дру Снимают Вот Так Сейчас И Произошло 9 Брудов Углая Блай До Конца Гейминг Просто Какая Какую Игру Простать Просто Жесть Просто Жесть Сколько В этой Игре Груды Уже Не Увезут К сожалению Хоть И 9 Штук Потому Что Углая Нет Добычи Вообще Не А Там И Викинги И Туры И Углая Нечем Юнитов Строить Не Ну Кстати Сварм Хосты Есть У Блая Боевого Больше Ребят Может Рано Блая На днище Отправлять Хотя Нет Что-то В центре Произошло И он ГГ Написал Что Там Произошло Я Не Знаю Даже 1 1 Ребята Еще Пока Не Вечер Еще Только 1 1 Ловел 1 0 1 2 2 2 2 2 2 3 Не, если локустов идеально залетать ими на танки всегда, а не как Блайнад эпохи и на геликов, и танки будут падать это хорошо но в данном случае я считаю Мех Тиран у него мало зданий для производства 5 факторок, Старпорт, все игрой ды делает, убьешь здание ему тяжело будет Здарова всем ребят, у нас пятихатка людей везде в смысле на твиче на гг 150 на твиче людей на гг почти 400 уже 365 как дней в году у вас пилю рекламу помните про облоки и поддерживайте мою канал по возможности я сейчас печенюху съем еще одну, а то не ел ничего кое-как шкаф за Блин, рекламу рано пильнул, походу, да, извиняюсь, если так. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, выключил микрофон на секунду, пока доел песчанина, хоть что-то в бак закинуть сегодня, а то только устал сразу на стрим. Как вы понимаете, напряжно это. Спасибо, юмки. Вам-то кушать можно, все что угодно делать, это мне здесь не очень получается, надо комментировать. Рекламу уже 150 рублей сегодня. Чисто с рекламы поднимаюсь. Привет, лёлик. Ютермал райт-кликом в линго. Сейчас Блай еще два линго, давайте, соединит и отдаст их просто. Блин, Ютермал чувствует, где собаки Блайовские находятся. Это просто жесть, вообще. Ну, Блай лейр, кстати, делается. Ну, второй пес убежал. Лейр очень ранее, интересно, в мутку или во что. Потому что, если будет гелико-дроп или гелико-харас, хеллбат-пуш какой-нибудь будет очень жестко, на самом деле. Здесь. А сегодня в 19.00, ребят, напомню вам, в Арде Викли будет подряд. Как бы, наверное, я не знаю, сейчас сколько пойдет этот турнир. Если близко к 19.00 будет, то тогда придется без перерыва, походу, здесь стримить. Ой. Всё. Всё. Продолжение следует... 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 Так, спорки тут по мейн-углу пошли. Может, плетку лучше одну поставить по минеральной линии, тогда уж. Газ на четвертый ночной облай добывать имеет смысл еще одну. Здесь базу заказать, мне кажется, прям в Крите. Центральную, пятую. Сканит Ютермал, видят, уже здесь ультралис кеверн делается. Коготь первый пошел, вторая броня облай вообще доделать. Можно вторую рунжовую грейд заказать. Адреналин зачем, конечно, была адреналин. Собаки и так сильные отгрейды есть, зачем адреналин еще делает. С флэшом сейчас эти минки двух КСМ-ок забрило. Так, ультрал первый попер. Облай, танчики находят, смотрите, здесь. Ну и термал-контролер еще тот. Так, круче. Собаки и реваджеры линги. Адреналин пошел, ультралис кемгрейн делается. Молодец, Блай, про адреналин не забыл. 2-1 Блай, ребята, 2-1 Блай. А ведь мог уже 3-0 могло быть бы на самом деле. Хорошая работа Блай, взрывает медиваки, взрывает все вообще здесь Блай. Блай зашел ультралом. Молодец. И термал-гг пишет. Хорошо, хорошо. Слушайте, мы можем Блай сейчас в финале так увидеть. Ведь остался один шажочек небольшой. И будет Манаблай финал. И Макс от Ютермал матч за третье тогда, четвертое. Так, что там уже ковры начали выбивать. Как только, только смешок выпил, выпал. Смотрите, ковры у него. Крусавцы. Крусавцы. Продолжение следует... 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 я не знаю. От Ютермала до базовой опять выход, соответственно, идёт. Блай ждёт геликов с этой стороны. Хорошая работа, Блай. Геликов минус нул. Чё-то роуч-то красный. Всё, есть подземный мув. Да, есть подземный мув. Этот скин вообще непонятный, кстати. И пополз ведь, Блай, пополз. Ну, здесь туретка есть, и танков четыре штучки. Два медивака летают, помогут. И по Блайсу собирается танки принимать, а что он собирается делать-то? Ютермал пока выход вообще не делает. Ну, хорошо, здесь дробь принял, Блай, молодец. Ну, грейды нули. Вот, вот, меня беспокоит это очень сильно сейчас. Грейды нули. Вот, можно было бы овера сделать, дропнуться вот сюда, попытаться и заползти, например, на Мэйн 4-ми роучами. Ещё здесь ползать, на сканы разводить. Но, пока что, вроде как, не собирается этого Блай делать. Броня первая пошла. Ну, 57 дронов, это больше. Так, по танке Блай, вот ты ползёшь. Что Блай делает? Можно? Блай, это просто. Вообще просто. Я иногда Блай, а хочется, блядь, Моник, с ноги просто, с руки, с головы, блядь, просто насквозь пробить, когда я вижу, что Блай делает вообще. Ещё и выкопался. Не, выкопался правильно, там просканил бы Ютермал, если бы не выкопался вообще. Было лимита больше? На тридцатку просто! Один запад, так и нафига ползти туда! Ну, если ты показал, тем более здесь, но это нелогично, даже если не знал туретки, блин, этой, что есть там туретка. Пролети ты сначала чем-нибудь, оверсиром каким-нибудь, посмотри, что творится-то, блядь. Слил всё нафиг, Блай, вообще. Так, опять движуха начинается. Так, потом перезвоню. минус два, ребят, два-два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Сто тридцать, сто семьдесят... Ну вот как можно было здесь, скажешь, слить так вообще? Просто одно заползание. Хотя здесь выход в любом случае сильный бы был у ее термала. Но если бы Лай тех роучей бы не слил бы, он мог бы на подземном муве его выход встречать. Но понятно, что он в двухбазовую херотень играет вообще. В свою вот эту. Зачем лезть-то к нему, ползти туда? Сделай ты дропы, как нерч, как, блин, играют нормальные зерки. Сейчас дропни ты и ползай здесь. Нафиг в лоб-то ползти всеми тем более. Заползи ты одним, проверь, что там происходит. ГГ, короче, ребят, два-два. Так, сейчас я перезвоню быстренько. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Очень плохое начало для блайн. Очень плохое. Не знаю зачем он делает роучи. Ваще роучи сейчас я без понятия. Потому что если б он делал рабочих и золота например, у него хоть какой то шанс бы сейчас перейти в макро. Пренно он наглеет сейчас смотрю. Идёт вперёд, отдаёт там ещё Марика. Ну, 2D-похи была, я выбил, это всё, что он выбит. Надо идти вниз камня, идти выбить. Может, попытаться зайти с тыла там. Дэмэджными врачами, реваджером. Сейчас Барри, а там хоть новых реваджеров, да, будет делать? Да, делает новых реваджеров. Смотрите, один бункер, Блай даже минуснул, я смотрю. С овером поаккуратнее надо, Блай. Вот если б мув лингом делал, сейчас собак штук 20 и врыв можно делать, пытаться. Блай пошёл вниз, отвлекает Ютермала, смотрите, от основной базы сейчас. Ну, а почему бы и нет? Второй танчик вышел, 2 реваджера, здесь реваджера. Ютермал не собрался идти, ничего себе. Да ёк, Ютермал здесь джаза. 2 реваджера, сливает на муви реваджеров, ни в коем случае, трансфюзни реваджера! Чё Блай бегает-то взад-вперёд, ё-моё, иди ты камни убей нафиг, наконец-таки. Фаербоны, ПКД, сюда кидаться надо. Блай демоны, где-то. Здесь ещё 3 реваджера делают, и Фермал опять вниз полез. Крип надо Блай восстанавливать обязательно здесь. Блин, по реваджеру прилетело каким-то образом. Блай заходит сюда. Депуху можно зафаербулить просто. Загорит кексник, да похуй, дальше иди. 3 реваджера здесь, 3 танка. Кстати, Блай здесь очень много строит юнитов, Ютермал начинает сваливать отсюда. Цеху фаерболить, просто цеху убивать, чё Блай боится-то? Роучи добавляю. С реваджерами можно вперёд пойти, к Ютермалу туда, на вторую, на мейн. Зайти, кстати. Здесь 4 танка-то все на лоу-граунде, смотрите. Цеха не работает, Блай сам золото закалкивает. Пошёл лоб здесь завревать. Танчика ценой, блин, пул армии танк один выбил. О, Блай даёт. Ой, какой фейл, какой Блай делает. Какие ошибки Блай делает, конченые! Блин, просто меня бесит. Ну как можно, что делает Блай вообще? Никто-нибудь может объяснить, что делает этот Блай вообще? Вот это что было за отдачу? Ну рабочие тебя сжимать едут, неужели непонятно? Уйди ты сюда, назад, блин. Просрал всё вообще. И здесь зашёл, отдался на Акликин. Выигранную как? Выигранную игру проигрывает Блай. Очередную выигранную игру. Шесть реваджеров приходит. Ничего нету Ютермалу. Ничего, он просто минералок сюда делает. Последняя надежда отжать этих реваджеров. Всё. Разводят со всех сторон. Здесь не мобильная армия. Без тима, без щитов. Просто четыре танка, всё, что у него есть. Вместо того, чтобы отойти, откатить рабочих, Блай влезает сюда, даёт всё, и вы видите сами. Теперь просто восстановиться будет крайне сложно. Практически нереально. Золото, конечно, даёт Блай в буст какой-то добычи, но потери просто катастрофические, конечно. Вручем скорости нет, лейра нет, короче говоря. Да, жесть, жесть. Такой пот, конечно, и такой проигрыш нелепый. Собакам скорости всё ещё нет. Отсюда полгода всё выходит с этой базы, блин. Ну всё, как стим доделается. Здесь ГГ сразу же будет. Старфорг, правда, без реактора, медилаков мало будет, но вы сами всё видите, что здесь творится. Вау, жгломился вперёд здесь. Всё, просрал. 3-2, я термал, короче. Войска Роя атакованы. Ну вот, собаки со скоростью начинаются. Короче, ещё раз Блай просто на муве пошёл, слил всё, и всё ещё как бы хочет что-то сделать с собаками с какими-то, я не знаю. Какие собаки, в конце концов. Главное, что ветер мал, в такой заднице полной, что был. Что у него до сих пор как бы, ну, у него армия есть. То есть ему надо технологии все ждать. То есть он сидит, он вообще, как же, не пытается атаковать, ничего сделать. Блай сам приходит и убивается просто. Пристройка, завершена. Посылайте подсказку на новичку. Брось с дороги. Давай, удиви меня. Так, ну, снутри ещё 10 Роу щебла делает. Главное, всё это без лейеров происходит, самое интересное. Ну, в общем, золотою термооблай разблевает. Блай по узкому этому проходу идёт в последний свой путь. Здесь 4 танка и мариков пачка гигантская. Без бейнов я не знаю, как здесь тащить. Минимизирует байк, кстати, слэш сейчас идёт. Смотрите, сколько мариков заходит сюда, сверху. Ещё 2 танка. 3, 2 её термала. Это дичь вообще какая-то. Просто дичь вообще. Ну что, Блай максит за третье место. Это надо на корейский сервер идти. Ой, на американский сервер идти сейчас будет похоже. Очень жаль. Вот эту игру Блай обязан был выигрывать, но когда ему зажали этих реведжеров, всё стало понятно. Точнее, не просто зажали. Блай зажали реведжеров, и он отдал ещё и роучей, короче, всех. С реведжерами, которые сверху были, что самое главное. То есть он отдал всё вообще, что только мог. Ну, Продолжение следует... 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 Затопление, блин, эту Заводу в суд еще передадут Так, что случилось? Лайкут, там повтор смотрят Затопление, блин, эту 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 у Макс Топилон, Гейтга, Снег, Скибернетчиков, Старгейт. Старгейт на мейне не в проксе, как вы видите. Одну пробку на золоте оставил. Знаю, что Блай золото любят занимать. Сегодня, ребят, напомню вам, в 19.00 будет в Арде Викли еще турнир, соответственно, и до конца он будет вместе с финалом, так же, как и этот. Там с 1-4 все начинается, но прикол в чем? Прикол в том, что там 1-8 по 2 матча будет. Я не знаю, наверное, я буду один в Арде другой стремить, но я в приоритете Блай я, конечно, буду держать. Ну, бывают в СК вкладки, может, ошиблись там, не знаю, с этой вкладкой, СК. Я не знаю, в чем там дело именно со ставкой. Не получится сгрызть вот эту пробку, а Блай очень хотел, конечно, бы ее подгрызть. Третья почти готова хата. Дроны строятся. Потерю просто выше адепт и две пробки. Скорость с лингом у Блая готова. Ну, Феникс здесь сразу пресек, все передропы стили Максу. Просто через Фениксово-Оракулы он играет. Понятное дело, что Блая уже не стоит он, в общем-то. Апа, Овер-то ушел, смотрите-ка. Ну, Макс вот найдет, похоже, его или не найдет. Найдет, найдет. Вот он висит. Пролетел китаец, СОвера увидел и не убил. Слушай, Оракула контролит сейчас Макс. Внутри дрона сбрел не так уж и много, но лучше, конечно, потерь вообще не нести на такой стадии. Макс. Играет музыка. Так, выдвигается Максу вперёд. Третий Нексус занимает при этом всём гейты. Открывает шесть гейтов у него, и адепт, и глеф у него делаются. А у Блайеру щипачка. Куда Блай пошёл? А, он адепт на Филнаге пытается изобрести. Адепт-то без глефа. О, ну как Макс это отдал сейчас? Без глеф вообще всех адептов слил, которых варпанул. Сто шесть, шестьдесят восемь. Ну что же, под пуш Блайя может сейчас просто великолепно сработать. Нет Сустретий. Уже даже нет смысла к нему идти. Блайя надо собак было вперёд завести. Роучи уже надо на мейн заводить сразу автоматом. Не знаю, чё Блайди... Вот зачем он сюда идёт вообще? Не может что-нибудь сказать? Чё он творит? Или он решил, что здесь... Ему не улын надо, типа, двигаться? Крисса отменяет Макса всё-таки Нексус. Просто нереально много энергии у Версира вообще. Фу, Версира, блин. Конечно, у Оракула. Пробивается проход. Везут линги. Имморт Блай один. Грелка второй сейчас выйдет. Ну и Блай отдаётся здесь, конечно. Чё Блай думает, что вот он сейчас пришёл. Ну зачем он Нексус грыз всеми? Может мне кто-нибудь объяснить вообще? Зачем Роучи к Нексусу везти? Заведи Роучи сюда. Плюй в кибернетку. Просто пробивай здание. Да он отменит этот Нексус сам. Он бессмысленен в этой ситуации. Зачем туда Роучи везти? С Ру Блай, кстати, преимущество хорошее очень есть. Которое может сейчас испариться. Потому что адепты шатают. Четыре дрона минус. Роучи скорости нет. Адепты просто унижают королеву. Сейчас на третьей базе. Рабочих уведи. Блай не уводит ничего. Потому что адепты есть и на мэне. 17 дрона 20. Вот всё. Всё. Блай преимущество. В никуда ушло. И ещё сюда. Рабочих на адептам на кормы ведёт. Здесь Блай. Третий Нексус. Макс. Всё. Лимита больше. Пожалуйста. Принял здесь адептов. Всё прекрасно. Куда ты в третий Нексус идёшь? Иди пробивай второй сразу. Прибежали собаки. Просто увидел, что здесь третий. Уйди на мэйн нафиг. И всё. Блай идёт вперёд. Там две грелки. Там только грелки теперь уже могут отбить. Это три иммортала. Микс просто дичь. Блай куда-то идёт отдаваться. А у него роу очень скоро сделается. Да даже в этой ситуации надо просто рабочих Блай восстанавливать. И всё. Опять два адепта. И опять дома. Всем свалил. А дома ничего Блай не держит. Вообще. Так, а Макс-то выдвигается вперёд. Макс не понимает, что ему нахрен вообще вперёд. Хотя, хотя, смотрите. У него против роучи вся армия заточена. Четыре иммортала, адепты просто для танковки. Гвардиан есть и две грелки. У Блая нету Гидродена. То есть Блай сейчас может развалиться. Просто если золото сейчас отдаст, то вообще провал будет полный. На мэйне, правда, адепты, смотрите, убивают Блай. Они телепортируют. Второй Блай здесь королевничка. Скупили назад. Рабочих Блай увёл. Адепты падают очередные. Надо обойти с другой стороны. Ну, третью убил. А отбиться-то надо в целом. А Макс отнивил, что золото у Блай. О, Макс отнивил, что золото уесть у Блай. Это для Блая просто прекрасно. Смотрите. Фаербулы падают в имморталах. Адепты развалились все. Грелки. Хрен с ними, с грелками. Они королеву бьют. Вообще ни о чём расклад. Имморталов на минус 0. По грелкам проходят фаербулы. Роучи со всех сторон выходят. Какая стазисная ловушка. Какая стазисная ловушка от Макса. Да сейчас зашла. Это же жесть. Грелку надо королевой добить срочно. Она бьёт Оракулы. Зачем? Она бьёт Оракулы. Я без понятия. Дроны уходят. Не разморозили ещё юниты Блая. И Блая нечем отбиваться. Ё-моё. Просто благодаря одному стазису. Казалось, что Блая здесь. Я подумал, что всё. Здесь Блая изи ещё отбивается. Но стазис и... И ГГ. Офигеть просто. Сегодня у Блая всё на грани. Хотя когда у Блая по-другому было? У Блая всегда всё на грани. Но приятно, когда эта грани... Он радует на его стороне оказывается. А не на стороне противника. Как же стазис там зашёл. Прекрасно, конечно. Отстойчиво. Убейте то, что вверх. Поехали. Продолжение следует... 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 Так, ну напилим рекламу. Давно не пилил. Помните про отблоки? Поддерживать моему канал по возможности по реквизитовым сцене еще и через плеер. Всем за это спасибо, кто так делает. Блай против... Блай против Макса, да? Собирается начаться третья игра. Как же они тянут? Ну блин, ну не обесят это, честно говоря. Ну... Так... Блин. 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 Матч за третье место. Здорово всем еще раз, кто недавно подошел. Вчера наши игроки, все кроме Блая, к сожалению, не смогли выйти из группы. Никто вообще, ни на каком турнире, ни на Варде Крисмаса, ни на вот этом турнире тоже. Но Блай бьется. Блай пробрел соло, Блай попал в полуфинал и бьет с китайцем. И обязан Блай был выигрывать Ютермала. Ему репки, блин, скинул все, как он играл. И Блай прямо готовился, он, ну, понимал, как против билдовки действовать в начале, но потом какой-то бред начинался. Он сливал, блин, игры побежденные, уже 2-3 отдался и в последней даже игре мог победить. Вообще там очень крутая ситуация была, когда реводжеры на мейн зашли. Ну, это в записи, увидите все, кто не видел до этого, кто будет пересматривать. Вот, ну, пока что Блай нужно сосредоточиться здесь, потому что четвертая место 50 баксов, третья соска. Хочу побиться. Можно за полташечку Б5 это выиграть. А в финал нас ждет Ютервал против, прошу прощения, баны. Маны ТВП, это будет европейский сервер. Там уже не будет, на самом деле, никаких споров о серверах. Просто евро все в равных условиях. Вот. Ну и помните, что задержка 90 секунд вообще. Так, ну я же говорю, не у всех, у кого выключен облог, реклама есть. Сейчас и облог, она обходит зачастую, но на Гудгейме на моем канале можно выключить, чтобы здесь какая-то не обходит, проходила. А так, конечно же, премию подержусь, сейчас это основное. Спрашивал у майкера, когда новые картиночки будут для чатика на премиум, и пока что непонятно, если честно. Когда? Ну, говорит, что в планах есть. Посмотрим. Ребята, агрессивный билд со стороны Блая, массит он лингов. Оппонент его делает сталкера. Кстати, сейчас у него варп откроется уже. Смотрите, густы, что значит все вкладывать сюда варп. Ну, тут можно Блая сейчас промо... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Хотя нет, Овер далеко находится, у него еще пол-хп останется, он улетит. Ровно, да, 98, кстати. Я вам скажу, что опасно это пол-хп. Овер готов. Видит Макса, твачку, что к нему... Телеста поддержал ваш канал на 100 рублей. Спасибо Телеста сотик. Дежурный сотик, я бы сказал, зашел. Не успел эскип нажать, сейчас оппонент Блая. Ребята, адепты ушли, они хрен пойми где. Вынужден тп-шнуть их назад. Сразу 4 штучки, прям рядом они находились. Максов. Ну и Блай здесь просто угрызается, нафиг вообще. 9 пробок уже, минус. Имеет ли смысл проходить на мейн? Да, Блай решил, что имеет, а здесь ничего нет, между прочим. У Овера сесть, да и нафиг, короче. Что здесь бегать-то, я не помню. Что Блай бегает туда-сюда? Какой-то провал полный происходит. Сталкера бы еще убил Блай, был тоже неплохо, конечно. Но Сталкера не убить было. И... Так, я вижу еще 8 собак заказано у Блай. И я вижу, что он делает сейчас... Роуч Ворон. То есть он собирается дожимать или принимать адепты. Я не знаю, что он собирается там делать. Вот, наверное, дожимать, скорее всего. У тебя нет рекламы, у тебя премиум, Балби. Ты чего делаешь-то? О чем ты говоришь? У тебя премиум, какая реклама? Так, собаки тут на Сталкера накидываются. Ну, в этот раз, смотрите-ка. Спас Блай Лингов свой... Точнее, спас своего овера путем Сталкера убийства. И забегает сюда. Ну, тут, смотрите, готов Максов. Ну, по крайней мере, Блай держит его дома. Вот сейчас роучами просто прийти сюда, в эту рампу. Роботикс не работает и может устроиться. Ничего здесь. Нету Макса, да, что хорошо будет роучей отбивать. Сталкер даже был минус нута. Нового оверпанул, правда, кстати, сталкера. Это хорошо. Новенького оверпанул. Роучи идут! Как они обходят-то так? За 3-9 демель-то, блин, идут эти роучи. Не пойму. Макс, да, кстати, и Глеб-то нет. Это вообще какие-то архивы темпларов он какие-то строит. Какие, к черту, архивы темпларов вообще не пойму. Мне вот нравится этот скин, ужасно нравится. Зато как адепты взрываются в нем. Прям приятно они тут взрываются. Глай пытается адепта зажать. ДТП, уходи ты ему. Вот, пошел Глай, среагировал сразу же. Ну, поменял направление. Дисимморталы будут. Как это Глай, что-то, как это он играет. Какие-то улыны все. Че, так не убить что ли его, не понимаю. Дисиммортал уже первый. В призме делается. Куда-то, Блай, куда он ходит-то? Что он делает вообще? Здесь оббегает вокруг. Адепты пошли два вперед. Спасибо, радиационар. За то, что ты такой подгон делаешь, Сереге. По мечу. Оп, какие фаербулы. Минус Сент-Рифсе. Ну, ТГГ, короче. Дисис потерял просто Сент-Рифсе свои. Гейт, Блай, проблевает. Фаербулы на другой гейт уже пошли. Минус два гейта. Четыре дрона кто-то вловил, кто где. А, дарки, кстати, заходят. Здесь Спорка с двумя плетками прямо здесь на третий. Короче, Блай заходит. Почему дарков сюда не варпанул? Я чуть не понимаю. Максов. Здесь было бы два-три дарка, они бы вырубили все нафиг, когда еще стенка была. Так, Спорк пытается минуснуть. Трансьюзик не понадобился на Трансьюзик. Итак, минус Максов здесь. Дарков так и не наварпан. Гэпише. Два-один Блайм. Моментально в море. Молодец, Блайм. Моментально в море. Спасибо еще раз всем за поддержку, пацаны, кстати. Рекламы, кстати, много перед Новым Годом, я так их посмотрю. Все для меня. Моря и океаны. Еще что-то там забыл. Так, ребят, если будет пауза до 7 часов, хоть полчаса, я прервусь, потому что я сегодня, как обычно, меня пустоши Мохаве вчера ночью засосали. В фаллауте я бегал там, короче, долго-долго. Вот. И... В итоге... В итоге лег в районе 6500, чем 540, где-то так лег я. Вот. Сразу встал с Чарликом. Прогулял вот этого гусяша. Прогулялись мы с ним. Вот. И сразу начал работать, стримить. Для вас ОСЦ Мастерс, который мы сейчас и смотрим. Это матч уже за третье место. Впереди только финал у нас останется. В ближайшее время. Он будет. Ютермал против Маны. И... В 19.00 начнется Варди Инвитэйшнл, который тоже до конца будет идти турнир. Но мне надо покушать. Мне надо покушать и... Короче, на это время понадобится. Некоторая... Не. Субтитры сделал DimaTorzok конечно задрот везде задрот я понимаю нашел вчера коду ствол энергетически нам не разбившиеся такой типа конверта плана как в 22 острые американский похоже ну немножко другого по виду патронов много живет но мощный как бы нам 50 чем-то дамага вообще прижигает еще с этим пистолетом который по роботам который я нашел в ящике и сотка закрывал как вчера роботов покрошил просто немеряно на каком-то полигоне там тоже ядерном так ну что пион гейт гаснейк с кибернет катализатор карты у нас соответственно стеночка здесь и в старгейт играет у нас с максов и чё это такое ну одного дрона минус ну максов хорошо чтобы лай сразу среагировал рабочими потому что иначе потерял бы ни одного тоже ну и 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 сбивать по чуть-чуть максов. Стандартная процедура абсолютно сбития этих оверов. Два минуса. После Stargate сразу Twilight пошёл робот. То есть, видимо, Глеб и Будд. Может быть, Архона Харас даже через архивы Templar с выходом Чарзилков и Третий Никсус. Не знаю, что именно это будет. Варианты разные есть. Оракулом прилетел. Максов тут разведывает. Пытается ворваться, но здесь две королевы есть, поэтому не ворваться никак. Наверное, на месте Блазпорки все ставил. Тут, например, вот это сверх рискованно. Посмотрите, крипа между мейном второй нет. А если сюда на мейн он прилетит? Он даже бесполит. Нам столько рабочих нарежет. Да, плюс гейты пошли. Это глефы и это улын вообще с глефами, походу. Потому что, ну, без третьей базы шесть гейтов просто так никто не ставит. Либо сверхпоздняя третья, и там уже по обстоятельствам если получится, то есть если получится рабочих настроить, если Блай за те, ну, будет дэмэджи много получать, то тогда, если нет, то нет. Вот, посмотрите, спорки нет. Вот только я накаркал сейчас. Только я об этом сказал, залетает Оракул прямо на мейн, и пять дронов минус. Причем даже одна королева где-то там бегала непонятно где. Так, ну теперь Блай. Здесь спорку закал, а две еще минеральные. Я тут а она на третью везти. Чё, зачем она здесь вообще заказана? Почти готов лэр, и что это? Роучим скорость будет, что ли? По рабочим Блай проседает? Просто жесть. Просто ужас. Ужас как проседает. Надо заказывать скорость врачам. Уже есть лэр. Да, пошла скорость. Было достаточно много этих Роучей. Он, кстати, по... Нет, не будет. Он мастер рабочих строит. Ну, правильно, надо сейчас третью хоть как-то раскачать и уже... Так, а где спорка третья была? Может мне кто-нибудь объяснить? Она же точно была. А, одну отменил, видимо. эту, вот эту отсюда перевел сюда, что ли, похоже. Так, ну, глефовские адепты попёрли. Здесь забегание собак от Блая на четвёртый происходит. Роуч пока без скорости. Адепт реально дофига здесь. Реально дофига. Да, дроны переселяются уже. Блая тут затерпит так жёстко, что он даже, я ещё не понимаю, что Блая делает-то. Королев отдал нам, и Роучи не дерутся, да. Роучи не надо столько, сколько адептов с ними драться. Они меньшим количеством нормально. Просто надо вот из таких стараться сделать Реваджера, потому что Реваджеры это плюс пять брони, например, сразу же. И пусть они пробивают. Они, конечно, будут пробивать всё равно. Кокон, я имею ввиду, Реваджера, Морфа. Так, угловочи, много Роучи. В районе третий адепт тут ловил всё-таки в итоге. Реваджеры уже со скоростью, ребят. Роучи, практически Реваджеры, я гоню. Реваджеры, Реваджеры, это простые Роучи. Это не Реваджеры. Так, ещё двух адептов. Убил Блайт. Заходит на ХГ, а здесь Максов стоит. Просто никуда не уходит даже. Два Филда, к третьему никсу Роучи побежали. Грелки нет. Грелку, кстати, Максов делает. Между прочим. На третьем никсе гигантские проблемы. Без третьей базы просто будет тяжко, я бы сказал. Пробок надо сбрить обязательно всех. Что было делать? Шесть рабочих, минус ну. Здесь Грелка, два Аммортла, Оракул вернулся. Ещё и Призма здесь недалеко летает. Два без воздушных, без противовоздушных, точнее юнитов нападают по классам. Киберначику сбрил и отступил сейчас. Ну, Максов не будет драться. Зачем ему драться здесь вообще? Убла ещё 12 роучи. Вот что мешало закать 12 дронов? Поставить гидроден и просто качественный лимит запилить. Я хз. Ну, роучи и реведжеры тоже могут давить, но они же против воздуха-то. Ну, нечем сражаться вообще здесь. В общем, проблема. Так, реведжеры готовы. Будет фаерболить Глайд. Ну, начинается бесполезная беготность. И Максов просто будет контролить. У него всё прекрасно будет. Так, камни будет Глайд пробивать? Нет, ничего не пробивает пока приходит. Всё, моего реведжера отдал. Глайд уже наглядывал Макса, да понимаю, что ему тяжело за контролем. Здесь грелку разводят. Да, и гидроден пошёл. Глайд понял всё-таки. Прикиньте, у него уже дроны были. Вот эти 12. У него такая экономика была. У него гидроден там зашёл просто замечательно, как зашёл его. Ну, опять Блайд вперёд идёт. Опять Угрелка встречает. С Оракулом в этот раз. Здесь сталкеры есть, ребят. С Н3 здесь много всего вообще есть. У Макса, да? Вот кидает, попадает. Ну, где ещё один фаерболт-то? 50 хп. Убил бы нафиг. Зашкваривает Макс по одному юниту здесь по чуть-чуть. 163-130 по лимиту. Гидры несколько заказано. Видимо, не хватает личинок сейчас. Люркерден пошёл на третью, да, четвёртую запилить базу. Блайд. Сейчас он может много гидролисков реально запилить. Ещё гидрыба надо спилить. Да, ещё 8 Блайдела гидралов. Эволюшена нет, грейдов нет. А Блай вообще будет их делать-то интересно. Нет, походу, не собирается. Чисто люркерден и всё. Ну, у китайца тоже выход пошёл улыновый. Смотрите, кстати, на блинке. 157-177. Не в пользу Блая лимита здесь вообще. Гидру заказал, но пока-то её нет. И пока роучер... Ой, СН-3, здесь есть филды. Фаербол им Блай кидает. Тяни время, конечно. Сейчас пушки доделаются. Будет попроще. Так, пошла атака опять. Филды очередные от Блая кидаются. Фаербол по сталкнам проходит. Куда Блай ушёл? Ааа, здесь на второй базе жесть просто. Там пуш пришёл и вообще Блай ничего сделать не может. Всё больше и больше реводжеров, чтобы фаерболить. На мейн заходит Роучи. Роучи Гидро нескими штучками отобьёт сейчас этих адептов. Ворвавшихся на мейн. Здесь три Роучи. Четырнадцать пробок с этой убилым. Ну что, побеждает Блай? Похоже, что побеждает. По чуть-чуть, но пока ещё не победил, конечно. Ну и четвёртая есть. То есть ему главное эту атаку отбить. Фаерболы по центре боя, по пилдам падают. Хату почти что Максов забрал. С мейна юнита возвращается. Куда Блай побежал-то? У него хороший микс. Чё он убежал-то вообще? Чё он парить-то не понимал? Ну Блай, ну даёт. И не отбил главную базу. Четыре люкера заказано. Кровки на третий, чтобы у Максова зашли. Кровки в третий. Погибли? Нет, не погибли. Белки без плюс один. Собаки более-менее дерутся. Провочек Блай ещё забрал. Встречать будет он Максов? Ну, флюркерами в столб бы. Хоть бы нажал бы. Стоп бы, блин. Я не знаю. Чтобы Максов так нагло вперёд не лез. Зашёл бы на Люру, там бы такой сплэш бы получил дэмэдж от Люры, что офигел бы просто. Хата третья снизу и Блай стоит и не собирается её отбивать. Хатя нас выжит. Надо сразу эскейп взять, конечно. Тут просто её не отбить. Здесь надо как-то заходить Люрой. Макса будет пытаться убить его там. Файерболк, именно сталкер. В Зилку попал Блай ещё. Роучи бегут на третью. Здесь несколько Зилков игрелка и Оракул, кстати. Ну и собаки притекают. Зилкам сейчас неплохо. Грелка без разогрева. А зря в такой ситуации можно и разогрев поставить. Ну и Блай по лимиту практически сравнялся с Максом. Самое удивительное. Ну на хрена отдавать юнитов, райд кликая в некусы непонятно. Так, здесь Люра. Блай бегает рядом вообще. Пытается Макс до луны драться против Люры. Надо идти вперёд просто и всё. Ну иди ты, не надо назад идти. Ну ты ж проиграешь третьей базы. Нет. Идти в размен, блин. Чё Блай творит вообще? Ну разводят же его. Но не хочет он в лоб драться, потому что он в лоб не может драться. Надо прийти ему базу убить просто. И всё, пока он не настроил там дестабилизаторов всяких. Так, ну сам Макс вперёд идёт. Смотрите, как нагло. Говномикс просто, который с Люрой драться не может. И Макс от Блая. Блай сидит в обороне. Главное, что рабочие стоят. Ни хера не добывается. И Блай сидит. Вот это что за вот это забегания-то такие? Сейчас ещё группа отдаст и всё ГГ будет. Так, не, ну забегание хорошее. Воздушными юнитами его уже не отбить. Люра не нападит. Ёмор, Блай просрал третью. Сейчас просрёт. Там ДПС с опозданием просто нереально. Дофига. Телепорт домой от Макса дойдёт Блай. Ну всё, просрёт Гедруща ценнейшую насталку. Надо в это время успеть Блая выдвинуться таким образом, чтобы вот здесь вот позицию занять прямо под второй базой. Иначе Люра не сыграет. А если Люра не сыграет, то здесь ничего уже не сыграет у Блая. Дестабили... Ой, три дестабилизатора. Похоже, это ГГ-нчик. Ну, Макс от мимо просто гуляет. Блай заходит, Люру нам уже с Люрком. Всю Люру, всю. Один остался Люрком. Мне больно смотреть то, что Блай, конечно, делает. Люркер вообще бьёт не туда, куда должен бить сейчас. ГГ, ребята, 2-2 вообще. Просто полный провал. Полный провалище вообще. От Блая. Не, если Макс так по фаерболам будет ходить, то это Блай тут ещё и вытянет, блин. Ужасная атака, я не понял, почему Люркеры все снизу были здесь. И смог бы даже в этой ситуации их тащить. Просто Люра должна была быть в нормальной позиции, вот и всё. Третью Макса Блая забрал опять. Опять забегание Блая идёт. Здесь Макс готов. На Блай не очень готов до Макс. Уэфф. Сейчас будет. Уэфф. По. Уэфф. Надо убежать что-то. Ну что, 140 на 180 Ждём ГГ Арблай И пятой решающей карты Надо ждать вообще Таким Продолжение следует... 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 ну либо на дальний восток я хочу у меня семья поэтому надо планировать со всеми что такое ребят 5 оверов в угла и опять куда ему 5 оверов то вообще так можно в новый год стрим пилить есть люди наверняка которые стримят 31 12 так ну по дроном угла и меньше чем у макса до тех пор кстати оракул прилетает где там королева черта вот они где стоят максы понял что нам ничего нет а там есть спорка вот это да оракул дамажная но ушел очень сильно дамажный назад надо идти прикрыть овера не успеет прикрыть блайт трансфьюз киджай хер тебе не трансфьюз королева хер пойми где ходит еще овера прям под третьей самой хаты этот китаец обнаглевший сбрил вообще обнаглевший сбрил все ow Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребята, отменён третий... Погодите, третьего Никсуса нет. Здесь вообще Глев Оулэн пошёл от Макса, да. Но Блай намасит Линго Бэйносов. И у него много Линго Бэйлингов. Сейчас появляется достаточно... Только, правда, он Бэйлингов как-то провально вкатывает в адептов этих. Вот сейчас хорошо в трёх зашли. Падают адепты. Палей нет, ни хера нет. Всё, Блайс Грызг еще в кламп. Похоже, всё-таки это Пабидос здесь. Ну что мешает запилить Бэйнов? И с Бэйнами ворваться на дальнюю. Эту базу чёртову, блин. 52-41 по рабочему. Опять адепт заходит. Собак в этот раз нет. Ну то есть только собаки Бэйнов нет, я имею в виду. И приходится Блайс чисто Линго. Мне адепт выпиливается, если он на изищефы выпиливает. Ты луком прирост тоже поймал. Оракула не мешала бы убить сейчас Королевой, но убить не получается вообще. Опять на мэне, короче, начинается дверьня. СН-3 адепта нужен фаербол в рампу. Блин, фаербола нет. Проблема, конечно, всё это базовое, конечно, у китайцев. Но на мэне рабочие сейчас будут падать все вообще. А, роучей-то нет, ё-моё. Какие фаерболы? Роучей нет. Вот в чём печаль здесь сейчас заключается. Вместо того, чтобы идти в контратаку, Блайд долбится в эти филды сейчас и ничего сделать не может. Кстати, если у Макса-то есть телепорт, он может вы... А у него есть телепорт. Он сейчас мэйн вынесет Блай, ещё и... Так, Блай контр-беллинг бас сделать буду сейчас. Ну, кстати, если Блай отобьётся, в принципе, у него... Я не понимаю, почему он дронов сразу не взял... А, через филд они не пройдут. Я чё-то дурачок думаю. Чё он дронов-то не увёл? Я как адепт только подумал, что они через филд сейчас пройдут. А через филд-то дроны-то как раз-таки ходить не умеют. Вот в чём проблема. Ядра сливаются... Ребят, лимиты уже равные практически. Выбивает Блай рампу Максаду. Выбивает всё на второй базе. Часть собак на мэйн. Ну, давно пора было сделать контр-агрессию Блая, которая зарешала бы. И она зарешала. И она зарешала, ребят. Это контр-агрессия. Джи-джи Максаду пишет. 3-2 Блай все-таки справился. На Евро надо идти. Финал Ютермалмана сейчас будет. Не менее бескомпромиссная, я думаю. Борьба там будет. Просто жёсткая борьба там будет наверняка. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, я Машу забыл забрать из сада, надо быстрее пробежать, я все равно быстрее Даша заберу, сейчас буду скоро... Продолжение следует... 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 Папа, а сегодня вот с такими лагами стоят? А вот не знаю, сейчас посмотрим. Больших? Да. Может быть. Ух, такими с лагами. Папа. Папа, а ты знаешь, что таких жучков, которых с лагами вот с такими? Он их отгрызет. Да? Да. Вот он какой. Вот он какой. Ау, 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 ау. Ну что, мне тут плавать? Пойдешь, походишь? Ну давай, чуть-чуть. Надо там колык добавлять. Да? Ну давай. Ну что, ребят, что-то тут Ютермал как-то залетает-то так себе. Дроп-то минус весь. Убивает почему-то сталкеров не рабочих, потому что гелики рабочих убивать прилетели. Ну что, 14 рабочих убил Ютермал, это много. Опа, кто-то пришел. Опа, кто-то забыл. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...